Друзья, всем привет! Находитесь на канале Автоподбор25. Забираем очередной автомобиль. Сейчас немного про него расскажу. Вот. И опять зайдем на рынок, посмотрим, что у нас происходит с ценами. Микрофон переверну. Забираем его. Не с авторынка, зеленый угол, потому что в последнее время поступают вопросы, где вы смотрите автомобили, только на рынке или не на рынке. Нет, смотрим автомобили абсолютно везде. Итак, это был поиск автомобиля. Задача была найти K-Car Daihatsu Miro ES до 400 тысяч рублей. В хорошей комплектации, ну, естественно, в хорошем состоянии. Если честно, я сам не ожидал, что будет найден такой автомобиль. Итак, это Daihatsu Miro ES. Один из популярных, самых клевых, надежных вместительных K-Car серого цвета. Внимание! Пробег на автомобиле 28 тысяч километров. Это реальный, настоящий пробег. Не скрученный. Единички там у нас сначала не стоит. Автомобиль аукционный, он целый. У автомобиля идет замена переднего правого крыла. Крыло поменяли, идет окрас двери. Все, все остальные детали идут целенькие. В родной краске лобовое стекло идет родное. 28 тысяч, ребят, пробег на автомобиле состояния. Нового автомобиля. Сейчас покажу вам подкапотное пространство. Летняя резина. Автомобиль 2016 года. Резина тоже 2016 года выпуска. Посмотрите состояние автомобиля снизу. Новье, можно сказать. Неплохая комплектация. Есть комплектация, где идут подголовники, но это редкость. Подходят они сюда, по-моему, от Териуса. Ремкомплект все имеется. Смотрите, сколько много места внутри. Очень много места. Я сел. Со своим ростом у меня коленки не упираются никуда. Высокий потолок. Очень удобно. Очень комфортно. Давайте двигателю покажу состояние двигателя. И поедем в транспортную. Обратите внимание. На двигателе работает как часики. 28 тысяч пробег на машине. Напоминаю, проверка автомобиля стоит 2000 рублей. Поэтому, кому нужна проверка автомобиля, помощь в приобретении, звоните, пишите. Система присолокновения. Эко, антиюз. Масло недавно поменено в машине. Выписали договор купли-продажи. На автомобиль у нас есть весь комплект документов. Электронная ПТСК. СБКТС. ТПО. Аукционный лист. Ну и копия паспорта продавца. Да, автомобиль простенький. Да, здесь идет пластик. Но, тем не менее, он не гремучий. Он не скрипучий. Видите? Ой, на тысячу соврал. 27 тысяч пробег на данном автомобиле. Установлена магнитола. Есть кондиционер, который, кстати, у нас работает. Погода у нас, знаете, такая. Вот вроде тепло на улице. Вроде тепло. Ну, не знаю. Полторы недели, полторы назад думали, что все, весна пришла. И вот опять какой-то холод, холод, холод. Спидометра здесь. Сейчас покажу вам. Сейчас поверну. Электронный. Вот так вот он. Прикольно здесь светится. Вы знаете, несмотря на объем двигателя 0,7 литра, этот автомобиль едет. Он реально едет. И по городу едет, и по трассе едет. Вот такой вот замечательный автомобиль в скором времени получат нашим подписчикам. Ну все, ребят. Ставим его в транспортную компанию и идем на авторынок, смотрим цены. Друзья, вот зашел на авторынок. И знаете, к слову, то, что говорите, снимаем постоянно на одних и тех же стоянках. Вот честно, я ни за кем не слежу. Я не знаю, кто где ходит, снимает. В данный момент на смотре был вот этот вот замечательный автомобиль. Кстати, я про него подробнее сейчас расскажу. И поэтому находимся вот на вот этой вот стоянке. И, соответственно, здесь снимем автомобиль. Начнем, наверное, со второго ряда. Вот много брать не будем. Вот буквально на 10-15 минут. Общее видео. И, в принципе, в принципе, все. Итак, Honda Freed Spy гибридная версия. 3,5 балла, 838 тысяч рублей. K-карчик, RUX, 16-й год, коричневый цвет, как видите. Такой, на самом деле, интересный, яркий цвет. Аукцион указан 4 балла. Стоимость автомобиля 528 тысяч рублей. Это тоже вот один из самых популярных кейкаров. Но, если честно, их не так много на авторынке. Nissan X-Trail. Это кроссовер. Выбирает народ. Что у нас выбирает? Между X-Trail, Forester, Outlander. Ну, Vizel, знаете, можно отнести к кроссоверу? Но, наверное, все-таки нет. Итак, здесь 2-литровый мотор. Гибридная версия. Бензин, автомат. Ну, немного не автомат, да. Неплохая у него комплектация идет. Он идет на кожаном салоне. Сегодня машины открывать не будем. Кожаный салон, кожаный руль. Рядом стоит еще один Nissan. Это уже популярнейший микроавтобус. Nissan Sirena. 2017 года выпуска. 12-й месяц. Гибрид 2 литра. Вот. Посмотрите, как изменилась сиренка. Резина зимняя. 1 миллион 298 тысяч рублей. Кстати, X-Trail стоит 1 миллион 575 тысяч рублей. Еще один стоит X-Trail. 2017 год. 2 литра. Автомат. Но это не гибрид. 4 балла. Аукцион. 1 миллион 635 тысяч рублей. Кейкарчик. Сузуки. 0,7. Естественно, это 0,7. FX Limited. Комплектация. Бензин. Автомат. Видите, везде пишут. Автомат. 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 475 тысяч рублей. Стоит вот такой вот Кейкар. Subaru XV. Наверное, вот XV. Куда еще можно отнести к ряду кроссоверов. Но это лично такое мое мнение. 14-й год. Такой молочный свет. Неплохая комплектация. Есть рейлинги. Айсайя системы нет. 1 миллион 198 тысяч рублей. Хэтчбэк Toyota Raktis. 1.3 мотор. 689 тысяч рублей. Toyota Porte. Автомобиль 4WD. Это редкость. Их очень-очень мало. С левой стороны у нас идет одна огромная сдвижная дверь. 2018 год. 1,5 литра. 775 тысяч рублей. Стоит данный автомобиль он и литье на зимней резине. Датчик при столкновении есть. Виш. Кстати, тема минивэнов. К минивэну мы вернемся. Я так думаю, это будет, скорее всего, на этой неделе. Виш. 2012 год. 4 балла. Мотор 1.8. Цена, цена 955 тысяч рублей. Вижу. Еще. Субарик 1.4 год. Но не все идут. 4WD. 1 миллион. 198 тысяч рублей. Рейлинг. И вот такого вот плана идет в японский багажник. Полноценный седан. Я даже не знаю, как его назвать. Ну, люкс, наверное, не люкс. Но, тем не менее, в нем очень комфортно. Это Crown. Ролла-салон. Такой синий насыщенный цвет. 16 год. 2,5 бензин. Автомат. 1 миллион 775 тысяч рублей. Как бы дорого-дорого, но комфорт того стоит. Это у нас Grace. Передний привод. Не гибрид. Есть гибрид. Есть 4WD гибрид. Пробег на указан 10 тысяч. Но, опять же, нужно, конечно, проверять и смотреть. По-моему, 918 тысяч там написано. Да, 918 тысяч. Ну, и, собственно, вот он автомобиль. Наверное, возьмем еще парочку. И остановимся на данном экземпляре. Fit 4WD 4,5 балла. 1,3. Он 18 год. Цена не указана. А сколько Fit стоит? 900, 980 тысяч стоит. Не слабо, но за 4,5 балла. 1,3, еще и 4WD. Тойота Королла Филдер. 16-й год. Гибридная версия 897 тысяч. Ну, а это, наверное, самый популярнейший универсал. Еще и в гибридном исполнении. Ну, так вот. К чему я все-таки веду? Хотелось бы сегодня заострить внимание именно на данной версии, скажем так, автомобиля. Да, это вот Сузуки Соли, комплектация Бандит. И там Делики они есть. Последнее время очень много звонков. Там вот у меня есть там 600-650 тысяч. Я хочу себе комплектацию Бандит. И все есть. Ну, как бы клевую, да, там не битую, не крашеную. Ну, вы должны понимать то, что хороший автомобиль стоит дешево, он не будет. Вот, пожалуйста, вам пример автомобиля, бального, нормального автомобиля с пробегом ни хрена, там не 30 тысяч километров. Сколько он должен стоить? 768 тысяч рублей. Пробег у него 100 тысяч. 100 тысяч. Комплектация Бандит. Он не бит, он не крашен. Аукционник бьется по статистике. Автомобиль проверен и будет рекомендован в покупке. И, кстати, вот по внешнему виду, ну, понятно, что камера всего, она, к сожалению, не передаст. Но вот серьезно, ребят. Офигенное состояние по внешнему виду. Каких-то косяков, дефектов, знаете, вот, бывает, смотришь, машина, какие-то царапинки, какие-то вмятины, сколы большие, затампоненные. Здесь такого, такого нет. Такой у нас мини-обзорчик все-таки получится. Там вот оно. Получится этого автомобиля. Не разно, как. Не планировали, но куда деваться, что делать. Видите, да, состояние. Как многие говорят, огонь, да. Бесключевой доступ, ветровики есть. Дверные карты 70 на 30. Ткань, пластик, чистенький салончик. Не без нюансов, да, не без нюансов. Но, тем не менее, состояние салона очень-очень хорошее. Хорошее, кстати, обновочка сканера, версия 2020 года. По функционалу, ну, в принципе, там сканер менять не надо, да, по факту. Обновляется программное обеспечение, но именно в этой версии функционал чуть-чуточку побольше, чем в версии... Ну, я уже не помню, кого там, либо 16-го, либо 17-го. ПРО. Вот, темный салон, что немаловажно. Заднее сидение у нас. Вот так, пять мне неудобно, блин. Двигание. Вот таким образом двигаются. Оп. Оп. Багажничек получается. Ну, все-таки я не хочу сегодня долго, скажем так, углубляться, да. Именно по этому автомобилю. На него потом отдельно все будет. Просто хочу показать вам состояние и сколько стоит нормальный автомобиль. Электродверь. Одна здесь с левой стороны. Место, ну, действительно, здесь места очень-очень много. Видите, 768 тысяч. Кто рассчитывает там на какие-то большие торги в плане 50-60-70 тысяч. Ребят, такого здесь нет. Здесь, ну, 5-10, там, может быть, там 15 скидывает. Ну, единственное, да, вот, руль. Но это вот материал такой. Электродверь, круиз-контроль, система при столкновении установлена, климат-контроль. Есть у нас подогрев. Камера, камеры в заднем видах, кстати, здесь на данном автомобиле, на данном автомобиле нет. Вот. Так, ну, что, наверное, на сегодня будем заканчивать. Вот такое вот время уже, 4 часа. Мини-обзорчик получился все-таки. И посмотрели и цены, и посмотрели замечательный кейкар, и посмотрели вот такой вот Сузуки Солио Бандит. Поэтому, ребят, вот говорю, очень много вопросов именно по Солио. Вот, пожалуйста, 768 тысяч, это нормальная цена, за этот автомобиль с пробегом 100 тысяч. Кстати, вот он, аукционик, родной аукционик, 107 тысяч. Кузов у автомобиля идет целый. Вот. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем огромное спасибо за подписку. Ребят, продолжайте, поддерживайте, подписывайтесь. Вот. На этой неделе еще обязательно будет видео. Всем пока.